Встать! Смирно! Товарищ полковник, звода до встречи готовы. Сержант Илонов. Поздравляю вас с наступающим праздником победы! Ура! 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 У студентов факультета военного обучения появилась уникальная возможность узнать историю не по страницам учебника, а от лица настоящего героя. Ученики кафедры связи и танковых войск встретились с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Бехом. Николай Агеевич родился в 1921 году в станице Новгородской, Ростовской области. До седьмого класса он учился в школе. Уже в 17 лет Николай Агеевич получил специальное образование и начал работать. Я уже полтора-два года с половиной проводил занятия по месту жительства с ребятами. Вместе с ними даже в футбол играли и другие игры проводили. Но мне было 18 лет, когда меня назначали учителем, в школу брали. Мне еще не было 18. Два года его не брали в армию. Отсрочку давала профессия. Но уже в марте 1941 года он был призван в ряды Красной армии и распределен на Брянский фронт в район Вязьмы. Встреча с врагом лицом к лицу у Николая Беха произошла в деревне Лужное, Калужской области. Николай Агеевич рассказал студентам о своих самых первых днях на поле боя. Немецкие фашистские войска окружили нас. Пулеметные и минометные, и бомбочки бросали уже на нас. Но, несмотря на это, механик, водитель и радист из нашего танка вышли, пытались прицепить трос, чтобы вытащить из болота тот танк. Но немецкие эти уже окружили нас и стреляли со всех сторон. Бои под Москвой, Сталинградом, Калачом, Прохоровкой, оборона Харькова, освобождение Украины и Белоруссии. Мирная жизнь в этих местах – заслуга Николая Беха и таких же простых солдат, как он. Николай Агеевич за подвиги на поле боя награжден медалями за отвагу, за оборону Сталинграда и орденом Красной Звезды. Такие встречи с ветеранами на факультете военного обучения – не редкость. О патриотическом воспитании студентов заботятся преподаватели факультета. Самое главное, чего мы добиваемся этой работы – это связь поколений. Потому что нынешний возраст ветеранов – это фактически дедушки, либо даже прадедушки нынешних студентов. И пообщаться вживую, именно вживую, с участниками тех событий, которых уже, к сожалению, осталось не так много, это, по сути дела, уникальная возможность для нынешних студентов. Поэтому мы считаем своим долгом командование факультета военного обучения проводить в дальнейшем эту работу. Безусловно, она будет продолжена и по прошествии юбилея. В каждой семье есть такие герои войны, как Николай Агеевич – участники боев и работники тыла. Те, кто вернулся домой и не вышел из боя. Ребята вспомнили героев и в своих семьях. Моя семья была бабушка, она была ветераном тыла. И, к сожалению, она уже тоже ушла из этого мира. Но я считаю, что так же надо поддерживать таких ветеранов и всячески им помогать. Студенты с трепетом слушали ветерана и задавали ему вопросы. О танках противника и соотношении сил в бою. Рассказ героя не мог оставить их равнодушными. История фронтовой жизни ветерана Николая Беха – это история не только одного человека, но и всей России.